Новости на канале СТВ, в студии Олег Степанюк. Здравствуйте. В индийском городе Накпури сегодня откроется сервисный центр БелАЗа. Этому предшествовало подписание трехстороннего соглашения между белорусским производителем и индийскими компаниями о долгосрочном обслуживании техники БелАЗ и гарантиях поставок. В торжественной церемонии открытия примет участие и спикер Верхней Палаты Белорусского парламента Михаил Мясникович, который находится в связи там в Индии. Также сегодня будет подписана программа сотрудничества БГУИР с Национальным институтом технологий Индии. Напомню, накануне в Дели прошел белорусско-индийский бизнес-форум. В ходе встречи крупнейшие отечественные предприятия подписали соглашение о сотрудничестве с индийскими компаниями. Речь шла также об упрощении визового режима для бизнеса и возможности прямого авиасообщения между столицами двух стран. На площадке форума подписано 13 документов, ряд контрактов подписан именно в рамках визита. И еще, я думаю, те B2B-переговоры, которые будут принесут и новые результаты. Мощный взрыв прогремел на востоке Турции. Пострадали 17 человек, еще 4 террориста погибли. По предварительным данным, бомба сдетонировала при минировании боевиками автомобиля. Раненые сейчас находятся в больницах, некоторые в крайне тяжелом состоянии. Отмечу, что город Диарбакыр находится на территории, где действует рабочая партия Курдистана, запрещенная властями. Новое правительство на старый лад. Исполняющий обязанности президента Бразилии огласил состав Кабмина. Примечательно, что подавляющее большинство новоиспеченных министров – соратники отстраненный отдел Дилмы Руссов. Таким образом, они получили работу, на которой уже работают. Вектор, который возьмет обновленное правительство – борьба с хищением государственных денег. В первую очередь речь, конечно же, идет о деле компании Петробрас. Через крупнейший нефтяной холдинг Бразилии отмывали деньги бизнесмены и политики. В материалах следствия есть доказательства. Три новых старых члена Кабмина участвовали в этих коррупционных схемах. Бизнесмены из Техаса осудили за организацию государственного переворота в Гамбии. Теперь за попытку довести демократические ценности до самого маленького африканского государства, американец отсидит год. Как выяснило следствие, несостоявшийся президент с двумя товарищами пытался взять штурмом резиденцию главы Гамбии. Когда не получилось, бежал на лодке в соседнюю страну, где сам же сдался ФБР. Техасец полностью признал свою вину. ВВС Израиля уничтожили лидера радикальной группировки Хезбалла. Это удалось сделать в результате бомбардировки военной базы организации в районе Дамаска. Считается, что Мустафа Бадридин был главой контрразведки группировки. С 2005 года его разыскивал Международный уголовный суд по обвинению в военных преступлениях. К слову, Хезбалла, как и многие исламисты, стремятся объявить независимый халифат. Однако международное сообщество предпочитает формулировку террористическая организация. Более 80% городского населения планеты дышит воздухом, уровень загрязнения которого превышает норму. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения. Больше всего специалисты опасаются за будущее, ведь только за последнее время уровень загрязнения повысился на 10%. А это серьезное ухудшение здоровья населения планеты. При этом самым нечистым на воздух регионом мира стала Юго-Восточная Азия. Алексей Волков, телекомпания СТВ. В Стокгольме определились все финалисты Евровидения. Этой ночью завершился второй полуфинал песенного конкурса. За победу на сцене «Глобин-арены» боролись 18 исполнителей, 10 из них улыбнулась удача. Белорусскому Айвену, к сожалению, не удалось набрать нужного количества голосов, и таким образом наш исполнитель завершил участие в конкурсе. Я так шокирован, был уверен на 100%, что Беларусь будет в финале. Для меня это был самый визуально сильный номер. Все просто идеально сделано, профессионально, на международном уровне. Думаю, Беларусь должна гордиться. Мне очень нравится Айван. Грустно, что он не прошел финал. Но я желаю ему удачи. Уверен, его ждет большое будущее. Но я напомню, что финал конкурса пройдет 14 мая. Развитие отечественного медиапространства и современные тренды в журналистике. Эти темы активно обсуждают на выставке СМИ в Беларуси. В форуме принимают участие национальные телеканалы, информационные агентства и ведущие издания. Так сегодня на стенде СТВ пройдет презентация спортивной дирекции и сайта нашего телеканала. В программе интерактивы, фотоконкурсы и призы. К слову, в этом году СТВ отмечает 15-летие и наш юбилейный слоган «15 лет в лицах». Также сегодня на выставке пройдет презентация телеканала РТР Беларусь и проекта Международная лига КВН. Республиканская киноакция стартовала в Беларуси. Проект проходит при поддержке Министерства культуры и Белорусской государственной академии искусств. Открыла форум премьера «Киноальманах открытыми глазами». Всего же в рамках показов пройдет презентация нескольких десятков лент в кинотеатрах по всей стране. Примечательно, что все авторы фильмов – это начинающие режиссеры, которые делают первые шаги в творчестве. Сложность кинематографа на сегодняшний день в том, что реконструкция киностудии. Но нет сложности в молодом кино. Молодое кино как развивалось, так и сейчас развивается. Мы в Академии искусства готовим молодых специалистов, которыми, я думаю, страна будет гордиться. В Беларуси есть кино, оно возможно. Творить местами тяжело, честно. Но, мне кажется, без этой трудности невозможно какое-то творчество, невозможно создание какого-то искусства. И последнее. В Новополоцке на футбольное поле прорвался «Заяц». Он совершил маненосный забег, прытколовируя между игроками. Сегодня это видео с игры между клубами «Нафтан» и «Слуск» набирает популярность в сети со скоростью, которую задал «Заяц». Такова информация на этот час. Следующий выпуск в 13.30. Репортажи и эфирные видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Заходите, смотрите и подписывайтесь. Звоните и делитесь своими новостями по телефонам горячей линии 290-66-00 или 1-600-700. Всего доброго и удачного дня!